всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня собираюсь продолжить тему конфет начатую вот в этом ролике корпусные конфеты это конечно здорово но мне подумалось для того чтобы вы могли заинтересоваться этим делом всерьез и по поводу платить в жизни рецепт вам нужно дать какой-нибудь вариант без необходимости приобретать ну по крайней мере формы это вот поликарбонатная на алиэкспрессе выбор очень большой но для сегодняшнего рецепта из инструмента понадобится термометр пирометр вот например такой я купил его на алиэкспрессе за 10 евро им пользоваться удобнее чем обычным погружным термометром и шпатель из нержавейки его это был в строительном магазине из продуктов понадобятся черный шоколад молочный шоколад масло сливочное сливки жирностью не меньше 30 процентов лучше даже 35 сахар корица орехи мед либо инвертный сироп как готовится инвертный сироп это очень просто и быстро я показывал вам вот в этом ролике щелкайте и смотрите если вдруг пропустили да и я сразу не сказал сегодняшний рецепт но немного его изменив под свои вкусы я тиснул у шефа не шефа у технического консультанта бельгийской академии шоколада баре колебаут господина жанна пьера вайбо за что ему огромное спасибо поехали ну первым делом начинка сливки надо ароматизировать корицей и подсластить инвертным сиропом. Ну или медом. Что вы там будете использовать? Сливки на средний огонь. Надо довести до кипения, но не кипятить. И помешивать, чтобы не пригорали. Посудину, конечно же, беру с толстым дном. И в горячие сливки немного вмешаю вот эту смесь сиропа и корицы. Если сразу бухнуть корицу сливки, она соберет с комками и умаетесь в эти комки разбивать. А вот так, потихоньку, полегоньку, все отлично вмешается. Так, и вот здесь остатки тоже надо собрать. И тоже все в кастрюльку. Отлично. Кстати, во второй посудине тоже с толстым дном надо расплавить сахар. Цвет карамели выбирайте на свой вкус. Более темный имеет более сильный, я бы даже сказал, более резкий вкус. Впрочем, я все равно буду со сливками ее смешивать. Они смягчат изрядно весь этот аккорд. Вот смотрите, пожалуй, хватит. Теперь нагрев выключить и горячие, практически кипящие сливки сюда же. И перемешать, как следует перемешать до полной однородности. Если проводитесь со сливками слишком долго или объем у вас слишком маленький, сразу они могут остыть. И, конечно, тогда карамель соберется комком. Тогда возвращаем кастрюльку на огонь, на слабенький. И при постоянном помешивании набиваемся полной однородности, полного растворения. Смотрите, какая классная штука получилась. Очень ароматная. Пусть нужно растопить шоколад в микроволновке. Нагреваю на мощности в 900 ватт по 20 секунд. В микроволновке продукты разогреваются неравномерно по всему своему объему. Если просто оставить чашку с шоколадом на, скажем, минуту-полторы, то в каком-то месте, в какой-то части чашки шоколад может перегреться и сахар там попросту сгорит. Поэтому каждые 10-20 секунд вытаскиваю чашку и перемешиваю. Даже пока он не расплавился, перемешиваю. Греть надо до полного расплавления шоколада. Эта температура 45-50 градусов. Сколько всего времени греть, зависит от того, сколько вы всего шоколада будете топить. Контроль. Нормально. А что здесь? Отлично. Можно смешивать. До однородности. Такая вот смесь, в данном случае шоколад со сливками, называется ганаш. Она по текстуре как будто из чрезвычайно мелких-мелких крупинок состоит. А теперь эту смесь надо охладить до комнатной температуры. Можно отправить в холодильник и каждые там 1-2 минуты вытаскивать и перемешивать тщательно для однородного охлаждения. Можно воспользоваться ледяной баней и тоже вовсю работать лопаточкой. А можно просто накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить так на воздухе. Сама по себе она потихонечку остынет. Мне торопиться некуда, так что подожду. Ганаш уже остыл. Вот он какой. Температура 26,3 градуса. Так что вмешиваю масло. Оно комнатной температуры. Размягченные. И орехи. Я их уже раздробил. И мешать надо до полной однородности. Не ленитесь. Вот так. Отлично. Прикольно выглядит, правда? А сейчас формовка. Самый простой способ. Выложить этот ганаш на пергамент. Слощину слоя делайте на свой вкус. Но учитывайте, что потом придется эти конфеты еще в шоколад и кунать. А значит, в толщине они прибавят. Все. Конфетная основа готова. Теперь нужно оставить ее кристаллизоваться на 8-12 часов. А если у вас слишком тепло в помещении, можно в холодильнике. Оставайтесь с нами. Продолжаем разговор. Вот так выглядит застывшая начинка. Прекрасно, я считаю. Сейчас для пущей красоты автор рецепта требует нанесения тонкого слоя темперированного шоколада прям по вот этой начинке. Однако, на мой вкус, слишком много шоколада. В шоколадных конфетах это слишком. Видите, вот эта поверхность, конечно, не очень гладкая. Здесь пузырики воздуха были. Но нижняя сторона вполне годная. Поэтому я собираюсь именно нижнюю сторону конфет сделать верхней. Так что можно резать на части, вооружившись линейкой. Заготовки можно брать пока в холодильник, а я займусь подготовкой. Для более удобного обмакивания шоколадных конфет в растопленный шоколад кондитеры пользуются двузубой вилкой. Я пока таким инструментом не обзавелся, но у меня есть вот такие проволочные копеечные шампуры. Так что круглогубцы в руки и за дело. Здесь надо сделать более-менее удобную ручку. Как-то так. И еще одну приспособу надо выгнуть. Эта штука для того, чтобы излишки шоколада снимать с конфет. Получается, что в начале ролика я вам соврал. Кроме пирометра, из инструментов еще и плоскогубцы нужны. Вот такая штука получилась. Конфету обмакнул, лишний шоколад снял в чашку. Отлично. Все. Можно теперь режть шоколад. В прошлом конфетном ролике я вам все подробно рассказал. Однако новые подписчики появляются, поэтому здесь картинка все повторю. Так. Ну а пока отправляюсь греть шоколад в микроволновку по 20 секунд. Шоколад содержит большое количество масла какао-бобов. Оно при комнатной температуре находится в кристаллической форме. И форм кристаллов у этого масла аж целых шесть. И только одна из них пятая, а при комнатной температуре стабильная. Именно шоколад с пятой формой кристаллов нам интересен. Он блестящий, красивый, при комнатной температуре не плавится. Шоколад с кристаллами других форм матовый и неэффектный. Для того, чтобы работать с шоколадом, что-то из него делать, его надо расплавить. И когда он застынет, будет содержать все подряд формы кристаллов. А значит, будет нестабильный, некрасивый. Температура плавления у разных форм разные. Темперирование шоколада – это специфическая температурная обработка, при которой остается в шоколаде только пятая форма. Делается очень просто. Важно контролировать точную температуру с точностью до 1 градуса. Сначала разогреваем шоколад до 45-50 градусов. При этом все формы расплавляются. После чего охлаждаем его любым способом до температуры 26-28 градусов. Зависит от того, какой черный шоколад или молочный. При этом в этой массе начинают появляться зародыши всех форм кристаллических решеток, ну, исключая шестую. А затем нагреваем до 30-32, чтобы кристаллы форм с первой по четвертую расплавились. Таким образом останется только пятая форма. Работать с шоколадом надо быстро. Потому что он остывает и кристаллизуется. Не переживайте за большое количество. Лучше греть сразу побольше. Тогда он медленнее будет остывать. У вас больше запаса времени будет. Греть можно хоть в микроволновке, хоть на водяной бане, без разницы. И не переживайте за остаток шоколада. Не пропадет. В конце концов, его можно опять расплавить. Темперировать еще разочек. Приготовить еще партию конфет. Что касается охлаждения. Можно просто на воздухе подольше аналогично мешать. Он и остынет. Я показывал это в предыдущем ролике. А можно вот так вот вылить на кусок мрамора или гранита. И погонять его шпателем до температуры 26 градусов. И вернуть в чашку потом. Нет мрамора или гранита. Возможно, есть и клокерамическая плита. Тоже подойдет. Вот для этого способа при выливании на мраморную плиту выливать нужный 70% разогретого шоколада. Остужать его до 26 градусов и возвращать к горячим 30%. Тогда при таком соотношении получится, что когда вы смешаете уже расплавленный 30% с охлажденным 70%, как раз таки температура и будет нужная вам рабочая 30-32 градуса. Возвращаю. И перемешиваю. Можно не гонять ничего по столу, а просто нагреть до 45-50 шоколад, размешать, а потом в чашку всыпать кусочки вот этих вот готовых магазинных. Магазинный шоколад продается уже темперированный. Так что такое добавление и массу остудит до нужной температуры и даст необходимый нам зародыш и кристаллов пятой формы. Короче, выбирайте способ темперирования, удобный для вас. Главное, запомните вот эту вот таблицу. Как проверить, темперировался шоколад или нет, я показывал в предыдущем конфетном ролике. А теперь обмакиваю конфету. Со всех сторон вымазываю. Вытаскиваю. Снимаю излишки шоколада. И на пергамент. Чтобы слой шоколада на конфете был не очень толстый, надо проделать вот такую процедуру. Обмакнул. А затем вот так вот приклеил к основанию шоколада и дернул вверх, чтобы оставшийся в чашке шоколад стянул излишки его с конфеты. Можно даже пару раз так делать. Но не забывайте про контроль температуры. Шоколад-то остывает достаточно быстро, а остывший даже и не кристаллизовавшийся. Уж очень толстым словом на конфеты ложится. Для удобства работы нужно, ну, по меньшей мере, полкило, а то и килограмм сразу темперировать. Не пропадет он у вас. Неиспользованный застынь будет лежать до следующего раза. А на готовых конфетах можно пробовать сделать вот это такое украшение. И в таком духе обрабатываю оставшиеся конфеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тогда с этой вилки легко будет стягивать, не утягивать за собой шоколад, конфету на кальку. Ну ладно, давайте уже смотреть и пробовать, что у меня получилось. Конфету, наверное, разрежу. Так, да, естественно, бритвенно острым ножом, спонсорским. Так, ну, слой шоколада, в принципе, нормальный. Нормальный получительный слой шоколада. Ну, конфета, конечно, не ровненькая. Так. Так, сначала без орешка. Сверху. Слушайте, класс. Начинка просто обалдеть. Вот это сочетание карамельного вкуса с корицей, просто какая-то феерия. Бельгийцы. Вообще, и вот этот вот Жан-Поль, или как его, ну, короче, технолог этот, просто монстр. Я, наверное, буду другие его рецепты тоже воплощать в жизнь, добавляя орешки свою нежную любимую. Так, теперь с орехом. Класс. Просто класс. Знаете, что мне еще в голову пришло? Если купить готовые пластинки вафельные, ну, знаете, которые без начинки, просто вот эти вот вафли для тортов, или саму их сделать, то когда вот эту массу раскатываешь, начиночную, пока она еще теплая, можно вот эти вот вафли сверху уложить. Пластинки такие. Такие, может быть, и сверху, и снизу. И когда застынет, резать прямо с вафлями. После этого их обмакивать в шоколад будет вообще классно. Там и орешки, и вафли хрустящие, и шоколад. Наверное, попробую так сделать. Просто супер. Ладно. Вы видите, даже с моими кривыми руками, которыми только лопатой что-то черпать можно, я справился и сделал конфеты. Страшненькие, конечно, но очень вкусные. Делайте, у вас получится. Вы тоже наверняка начнете этим делом заниматься. Огромное спасибо, что досмотрели. Огромное спасибо за ваши лайки, за дизлайки и за репосты. Очень приятно с вами общаться. И напоминаю, отдельная благодарность спонсору Самуэли за предоставленные ножи и спонсорскую поддержку. И если вы соберетесь обновлять парк ножей, помните, по промокоду FRESCO на сайтах Samora.ru, Samora.org вы получите скидку. Еще раз спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok